В этом видео я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о поездке из Бишкека в Ташкент. Поедем мы на машине через контрольно-пропускной пункт Акджол с Кыргызской стороны или Кордай с Казахской. После прохождения границы на казахской территории, с правой стороны есть стоянка, небольшой магазинчик и туалет. С этого места мы начнем свой путь. Кстати, граждане Кыргызстана, Казахстана и России могут пройти границу по ID-карте, но чтобы попасть в Узбекистан, потребуется загранпаспорт. Обязательно проверьте, взяли ли вы с собой все необходимые документы. Возьмите в дорогу бутылочку воды и что-нибудь перекусить, так как следующий прием пищи у вас будет только в Таразе. Расстояние между Бишкеком и Таразом около 270 км. Заранее поменяйте сумму на Тенге. В дороге в Казахстане вы будете останавливаться на заправках, там вы легко сможете купить товары первой необходимости. Оплата банковскими картами возможна практически на всех АЗС, но если вы сделаете остановку у небольшого магазинчика, то там может не оказаться пост терминала. Расстояние между Бишкеком и Ташкентом примерно 580-590 км. И ехать вы будете примерно около 7-8 часов. И чтобы дорога не была скучной, я разбил ее на 4 части. Первая остановка это населенный пункт Мерке. От Курдая до Мерке примерно 150 км. Там будет наша первая остановка на АЗС. Вторая остановка будет под Таразом по объездной дороге. Там все останавливаются, чтобы перекусить. Третий пункт назначения это город Шимкент. И последняя остановка это граница с Узбекистаном. Ну а мы едем дальше. В Узбекистане вы не сможете обменять суммы на суммы в банках, так как они просто не проводят такие операции. Поэтому возьмите с собой доллары. Кстати в Бишкеке банки официально не продают узбекские суммы. По крайней мере я обошел несколько банков и не смог этого сделать. Ввести в Узбекистан наличными вы сможете только до 10 тысяч долларов. Будьте готовы, что на границе вас могут попросить открыть сумку и показать кошелек. Возьмите с собой пауэрбанк, если он у вас есть, и обязательно провод к нему. Практически всегда водители такси раздают Wi-Fi в дороге. Но подключить роуминг не помешало бы. Стоимость проезда в минивене в 2024 году составляет 12 тысяч сомов или 60 тысяч тенге. Если у вас едет 5 человек, то каждый заплатит по 2400 сомов или 12 тысяч тенге. Мы подъезжаем к Мирке, административному центру Миркенского района Джамбульской области Казахстана. Говорят, что рядом с Мирке есть санаторий, знаменитый своей лечебной радоновой водой, которая богата микроэлементами и благотворно влияет на весь организм. Точно не знаю, действует ли санаторий по сей день. Если меня смотрят жители из Мирке, то напишите в комментариях. Вот и первая остановка. Можно выйти, размять кости. В магазине вы можете купить кофе, закуски. Кстати, я забыл кабель от телефона. Пришлось покупать. Ну, а мы едем дальше. А вы знаете, какая самая старая железная дорога в Казахстане? Это Оренбург-Ташкентская железная дорога протяженностью 1668 километров. Эта магистраль была введена в эксплуатацию в 1905-1906 годах, соединив Европейскую Россию со Средней Азией. А вот и вторая остановка. Здесь не просто кафе, а целый комплекс, где водители и пассажиры могут передохнуть от поездки, перекусить, починить машину и так далее. Кафе не маленькое. Сколько раз я ездил, здесь всегда много народу. Кухня как национальная, так и европейская. На любой вкус. Кстати, кто здесь останавливался? Напишите ваше мнение об этом месте в комментариях. А вот встреча традиционных напитков и новых технологий. На каждом столе есть номер, который наклеен на диспенсер с салфетками. После того, как вы поели, вы подходите на кассу, называете номер столика и кассир выдает вам чек для оплаты. Что это за блюдо? Шпармак? Шпармак. Подъехали мы к Таразу перекусить. Я взял кукси, Ирина взяла окрошку, а Руслан взял бешпармак. Рекомендую брать национальные блюда, потому что другие блюда не очень здесь. Меня поразил масштаб этого места. Этакий оазис среди городов. Здесь есть все необходимое, что требуется в дороге. Большое кафе, чтобы перекусить. Место, где можно сделать профилактику автомобиля. Стоянка, туалет. Кафе действительно большое. Там можно увидеть совершенно разных людей. Тех, кто проживает в соседних городах. Также людей из соседних государств. Водителей, женщин с детьми. В глаза сразу бросаются топчаны. После небольшой остановки мы едем дальше. По дороге нам встречается очень много фур, которые едут не так уж и быстро. Несмотря на это, наш водитель не обгоняет их, так как сплошная линия, ограниченная видимость и штрафы в Казахстане выше, чем в Кыргызстане. Вообще, трасса, по которой мы едем, называется автодорога А2. Магистральная автомобильная дорога международного значения, проходящая по территории Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Начинается в Алматы, идет на запад вдоль хребта за Илийский Алатау, пересекает Чу-Илийские горы через Кардайский перевал и реку Шу. Кстати, если вы знаете, зачем построили забор вдоль дороги, то напишите в комментариях. Далее пересекает Северный Кыргызстан через Бишкек и вновь идет по Казахстану, Меркея, Тарас, Шимкент. Из Шимкента направляется на юг в Узбекистан. Ташкент, Джизак, Самарханг, Термес. В конце 90-х Казахстан проложил объездную дорогу по своей территории в обход Кыргызстана с севера от Меркея до дороги Шу-Кардай. И теперь большинство машин едут в Алмату по трассе Меркея-Кардай, объезжая Бишкек. Определенные участки дороги от Тараса до Шимкента теперь платные. Помимо стационарных камер, по трассе ездят еще патрульные автомобили. Так что водители будьте внимательны и не превышайте допустимую скорость. Кстати, если вы знаете, что написано на горе, то напишите в комментариях. Посмотрите, как красива природа вокруг. Особенно весной, когда трава сочная, зеленая и все вокруг цветет и пахнет. Хорошо, что в этот раз я пассажир, а не водитель. И могу наслаждаться всеми красотами данного региона. Потому что когда ты водитель, то все внимание в основном на дорогу. Вот мы подъезжаем к Шимкенту, одному из трех городов, имеющему статус города республиканского значения. На 1 апреля 2024 года в городе проживает более 1 200 000 человек. Это третий по численности город в Казахстане. Один из крупнейших торговых, промышленных и культурных центров страны. Интересный факт. В 2018 году указом президента Казахстана Шимкенту был придан статус города республиканского значения. Он был изъят из состава Южно-Казахстанской области, которая тем же указом была переименована в Туркестанскую. Таким образом, в Казахстане появился 17-й регион, город Шимкент, как самостоятельная административно-территориальная единица равной области. В интернете я видел очень много споров по поводу госномеров. Одни утверждают, что госномера с цифрой 13 – это Шимкент, а другие, что к Шимкенту относятся только номера с цифрой 17. Если вы знаете, какой из двух вариантов правильный, напишите в комментариях. После небольшой остановки на выезде из Шимкента мы продолжаем наш путь. Существует старое доброе поверье, что водитель должен лично попрощаться с местными блюстителями порядка, и тогда дорога всегда будет солнечной и без происшествий. И действительно, так все и произошло. Всю дорогу нам светило солнце, и только изредка встречались животные, пасущиеся вдоль дороги. Говорят, что на этих полях была сделана картинка заставка на Windows. Осталось совсем немного – от Шимкента до Ташкента около 125 километров. То есть, ехать нам осталось около двух часов. Вроде бы дорога дальняя, но за разговорами с водителем время пролетело незаметно. А водитель наш действительно профессионал своего дела. Где надо – он ускорится, а где надо – он не едет быстро. Знаете, как понять, что вы подъезжаете к Узбекистану? На дорогах вместо Тойот начинают появляться Део и Шевролет. А вот и последний поворот. За ним уже будет граница. Ну вот мы и приехали. Осталось пройти границу, и мы в Узбекистане. Так, ну вот мы и приехали на границу с Узбекистаном. В 10 утра выехали где-то мы с Бишкека. В 5 вечера приехали, сделали одну остановку. Ну, а на этом наша поездка заканчивается. Спасибо, что оставались все это время со мной. Подписывайтесь и ставьте лайки, если видео вам понравилось.